Звездный, березка, бригантина, росинка. У многих эти названия вызывают ностальгические воспоминания о школьных годах и летнем отдыхе. Вожатые из 10 студенческих педагогических отрядов собрались на 9-й республиканский фестиваль вожатского творчества в лагерь «Солнышко». Танцор, певец, психолог, педагог, фокусник и, наконец, друг. Вот далеко не полный список того, кем должен быть вожатый. Работа у ребят одновременно творческая и ответственная. Ведь именно от них зависит, захотят дети приезжать в лагерь или нет. На таких мероприятиях как раз наши вожатые показывают, на что они способны, как они могут работать. Не просто себя показывают, вожатые между собой общаются, отряды общаются, они учатся друг у друга, берут какие-то изюминки, интересные моменты, и это их вдохновляет в дальнейшем на их работу. Неделя ночных репетиций, съемки и монтаж видеоролика, построение декораций, пошив костюмов и долгожданный финал. Конкурс требует много сил и времени. Победителей выбирают в четырех номинациях. Лучший эстрадный танец, видеоролик, сценический клип и арт-объект. Все команды поразили жюри калейдоскопом ярких образов и креатива. Здесь были и индийские танцоры, и эскимосы, Николай Басков и София Ротару, и даже зомби. В результате почти все команды получили призы и подарки, а лучшие из лучших – гран-при фестиваля. В этом году уже не в первый раз его обладателями стал студенческий педагогический отряд «Волна-Ри» из лагеря «Волна». Праздник вожатского творчества удался на славу, а впереди – десятый юбилейный фестиваль. Оксана Очкасова, Борис Андреев, Республика.